Здоровки Амиго, рад приветствовать тебя на канале Амигоны, это мобильное дно Юбисофт от Акаргаса. Давайте посмотрим, поглядим, шо там. Пасики, батл пасики, специальные предложения. Прошу, вернись к пекарне, Габен ждет. Не. Ну хотя бы кредитку отдай. Мы тебе PS5 купили. А там будет рекламка. Пару лет назад было невозможно представить, как огромная игровая компания захочет вдруг резко пересесть с удобного геймерского кресла на мобильную табуретку. А потом это происходит в первый раз, а на второй уже начинается паника. Юбисофт, может не надо? После того, как Вивенги по пацанским понятиям отобрала у юбиков главного мобильного разработчика Геймлофт, наша любимая инди-студия немного сошла с ума. Пацаны, давайте сюда телефоны. И теперь все ее будущие проекты нацелены под фри-ту-плей. Но не переживайте, ведь вам не обязательно донатить. Вас никто не заставляет. Просто без доната вы будете... Сак. 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 В основном у Юбисофт три типа мобильных игр, которые приносят много денег, созданные чисто по приколу, и в которые никто не играет. В основном в них никто не играет. Ну что же это за таинственные игры такие? Как тебе такая цена за лошадку? Нравится, нравится лошадка? У нас таких еще много, сука, купи лошадь. Полтавит тысячи. Хорс Хевен, старая добрая веселая ферма, где вы кормите коней, убираете их дерьмо, и ждете, пока они займутся животным кексом, в надежде вывести ту самую легендарную кобылу. Господи Иисусе, Ксюша Собчак. И все это очень мило, пока не узнаешь, что на самом деле это подпольное животное казино Юбисофт. Я считаю это достойным продолжением оригинала 2006 года, где был вполне себе работающий рынок работорговли лошадьми. В смысле был? Так, а это вообще легально, что вместо игры Юбисофт ставили отдельный сайт в плеймаркет? Опасно, сука, нам смело. Ну хотя бы донат здесь ограниченный, в отличие от Южного парка, где вам нужно не просто выбить эпическую карту, а сделать это несколько десятков раз. Но все достаточно просто, если у вас есть лишние 500 рублей в день. Ааа, у вас нет денег. Можно, конечно, играть и без вложений. Наверное. Еще никто не пробовал. Но счастье заканчивается с приходом обязательного пвп, где невозможно сдаться и остается только смотреть, как вас не заводят до атомов. Но легче всего просто запороть аккаунт, неправильно прокачав персонажей. Ведь рандомные ресурсы с одной локации можно забрать ограниченное количество раз. А дальше только бесплатные подачки. Они тут так и называются. Халява. Халявы не будет. Если не смотреть на ценники, игра сделана добротно. В духе классических какаи. Даже суть Южного парка передали. Вначале я создал шикарную бородатую черную азиатку. А за хорошее поведение мне... До сих пор есть попытки от разных студий. Но я считаю, что Хардстоун было, остается и будет самой топовой. Несмотря на то, что близзы скатываются и тогда периодически. Но все-таки это одна из крутых какаи. Просто, ну реально. В первую очередь рисовка, арты. Все, что есть в этой игре, оно реально манит и привлекает. Плюс она уже очень давно. И когда все думают об этом жанре, вспоминают сразу же Хардстоун. Поэтому я за Хардстоун, ребята. Потому что, ну да. Хоть даже Хардстоун нифига не оправдан. И довольно-таки дорогой, но Хардстоун рулит. В какие жанры. Показали мультик. Ну что, мультик видел? Мультик. Бабло да не. Я настолько хорошо управлял телефоном, что лично Юбисоф позвонили и предложили зайти в их магазин. Хотя в основном вам будут звонить зашифрованные работники, чтобы вы спасались от этой игры. Главный совет для работяг. Не тратьте доллары. Игровые тоже. Ведь за них можно купить сезонный пропуск. Семнадцатый сезонный пропуск, Карл. И будьте готовы к читерам. Юбисофт в принципе на них плевать. Игра же не просто так называется. Разрушитель телефонов. Поэтому для комфортного мобильного гейминга от компании Добра, готовьте закупиться на Алике восьмю телефонами. Удобным крестом для игры на андроиде, мочевым охлаждением и портативным пауэрбанком. Ах да, еще и китайцам, которые будут во все это играть. Готов к обмену на настоящую женщину из почти натуральных материалов. Главный успех добавить все артефакты в корзину на 29 марта. И даже такое есть. Дополнительные купоны в честь дня рождения Алиэкспресс. Умужайтесь девочки, распродажа близко. А с увеличенным кэшбэком от Летишопс вы сможете вернуть целых 15% и шанс выиграть один из 11 айфонов 12 про. Интересно, игра Утопия практически рабочая террория для тех, у кого нет 400 рублей, но есть пару тысяч на донат. Интересно, сколько нужно потратить, чтобы получить ауру денег? Главное, чтобы после вас не забанили за продажу казино. Это позволено только Юбисофт. А местная комьюнити настолько дружелюбная, что игра умудряет содержать одновременно рейтинг 6+. Цены эротики, употребление алкоголя и насилия. Но Гроут Опью хотя бы поддерживают, в отличие от других игр. Мало того, что уволили Мишеля Анцеля, так еще и надругались над его играми. Рэймон, покажи на этой кукле, где Юбисофт тебя трогали. Первую часть хоть и можно купить, но она уже как пару лет не работает. При этом деньги не возвращают. Юбисофт, вы охренели или да? Их нет, они пропали. Фестер раньше уже можно купить, и она даже будет работать. Почти стабильно. А на оценки не смотрите, игра в порядке. До того момента, пока вы не узнаете, что сохранения не работают, а купили вы ее только на одно устройство. Даже я в шоке. Больше всего вопросов к Рэймон-приключения. Я игнорировал донат за возможность просто поиграть. Скины по цене Watch Dogs. Лота за бабу. 30 минут рекламы в день. Я игнорировал даже оскорбления целого народа. Но почему игра стала выглядеть хуже обоих прошлых частей? Можно ли продавать Full HD отдельно? В свое время над проектом старались. Кто-то ведь даже историю скинов придумывал. Да вы, падлы, этого кого-то уволили. И остался только Рэймон и бесплатный голубой Рэймон. Голубой, не хотим играть с тобой. С платными играми у Ubisoft в целом проблема. Валенхард, мой маленький шедевр за 900 рублей. Как насчет запуститься на моем Xiaomi? Нет. Может хотя бы деньги вернете? Нет. Идентификация, несмотря на свою скромную стоимость, одна из самых экспериментальных частей Астасии, но без которой не было бы даже... Я вообще не знаю, блин, игры в телефоне покупать такая вот жесть. Кто этим занимается? Кто этим занимается, блин? Я не знаю, я ни одной игры в телефоне не покупал. Да ну его нафиг. Камон, блин, ну ладно. Жебальгалы. А в чем, собственно, экспериментальность? В магазине. Игра вообще не палится, чего именно от вас хочет. А вот сюжет меня впечатлил. Его нет. Как и открытого мира. Остаются бесконечные миссии и платная DLC. Хорошо, что эта часть уже в прошлом. Ведь настало время нового портативного... Ас, Ас, Ас. Ина. Все правильно. И настолько это брендовая серия игр, чтобы не рекламировать вне Raid Shadow Legends. И работать она тоже не обязана. Все, кто против, угнетатели независимых разработчиков. Что вам сделала детская безобидная игра? Да в ней сюжеты от Ассасина больше, чем в основной серии. А локации огромные и разнообразные, с уникальным геймплеем, завязанным на удаче. Интересно, что случается в оставшись о 5% прыжковеры? Я манусь! И впервые контента реально много. Даже Юбисофт иногда преследует хорошие идеи. Но эта компания быстрее, поэтому Донат тоже опережает полноценные части. Они вообще понимают, что шейхи не играют в говно. Максимум в доту. А вот Just Dance Now я реально советую. Игра сделана идеально для геймеров. Ведь нам необходимо больше двигаться, пока эти бабы всех нормальных парней не разобрали. Но не слишком много. Один бесплатный танец в день. Все-таки Юбисофт о нас заботится. Особенно радует небольшая стоимость подписки. На день и на месяц. Точно не уверен, но кажется это тест на IQ. Я не люблю думать. Я люблю пил, пил. И не так давно в Гугл Плай был отличный китайский клон Радуги. К сожалению, Юбисофт со слезами на деньгах пришлось засудить и удалить РФ2. Ведь они планировали выпустить свою версию для фанатов Rainbow Six. Ну да, графика мультяшная и от оригинала сильно отличается. Но довольно неплохо. Плохо. Надеюсь в игре такая же. Вокруг сплошное наебалово. Может не все так плохо. Здесь вроде есть добивающие выстрелы. В смысле добивающие выстрелы от Юбисофт. Спасибо, хоть лутбоксы обучают открывать. В принципе это весь геймплей. Ошибочно сравнивать Элит Сквар с Рейд Шадо Леджендс. Ведь в рейде 5 персонажей, у каждого из которых несколько скиллов и огромное количество тактик. Предлагаю альтернативу. В Элит Сквар целых две кнопки. Тогда как в Кэнди Краш их 4 вверх-вниз, право-влево. Наконец-то достойный соперник. Я потратил около 20 часов и у меня логический вопрос к разработчикам. Здесь нет сюжета, нет контента, нет геймплея. Мы просто смотрим. Что блять делать в этой игре? Платить? Зато без внутренней рекламы, ведь это важный бренд. К Майт энд Мэджик Юбисофт относятся проще. Как говну. Поэтому все сомнительные попытки соединить Рейд с покемонами и ауто-чет с батл-роялем гордо приписывают этой серии. Фанатам есть что сказать? Пострадала только моя гордость. Как бы ни старались все эти игры вытянуть из вас последние гроши. Они не что перед самой прибыльной мобильной легендой Юбисофт. Голодная Акулка и Голодная Акулка 2. Это вам не какие-то едиподелки от пяти немытых шведов. Здесь серьезная студия из 50 профессионалов, на протяжении 11 лет продвигающих культуру Акулок. Это лучшая работа в мире. Но только Акулок. Хэндри Дрэгон. Ты приемный. Эти игры идеально подходят для детей возрастом от 1 до 99. Типичный таймкиллер, где мы по-детски будем пожирать беззащитных людей. Каждая часть полностью повторяет все полюбившиеся нам элементы. Донат с размером СВП Украины. Бесконечное количество моделек, одежды, шапочек, питомцев. Капец, сколько там поменялось. Я, блин, играл в эту игру, наверное, лет 7-8 назад даже. Я не вспомню, когда на телефоне еще была эта игрулька. И то это, когда появился первый у меня андроид. Я скачал эту игру и так прикалывался, играл. А сейчас уже посмотри, куда она вышла. Будьте добры помедленнее. Я записываю. А для любителей подумать. Тебе думать еще рано. Есть абсолютно бесплатная головоломка Rabbids Coding. Стоп, в смысле, блять? Это просто игра без доната, без рекламы. Бред какой-то. Можно, пожалуйста, нормальную игру? Так, визуальная новелла, где каждый ответ за энергию. Безупречный баланс. Я бы даже играл в это. Но, к сожалению, для City of Love в этом мире существует накопара. Trials Frontier заставляет задаться философским вопросом. Если игра больше не поддерживается, но в ней все еще работает магазин. Она считается мертвой. В теории все еще можно установить и получать удовольствие. Постоянные смерти, как и раньше, бесплатны. Главное не потерять голову от такой щедрости. А вот за все остальное... Милости прошу к нашему шалашу. Про Бравхалу я бы много чего сказал. Отличный файтинг, если вы слишком богаты для Марио. Но это не игра для телефонов. Она же есть на андроиде. Это не телефонная игра. Мантик Вэсфо и Эпик Лут наглядный пример, что будет со следующими проектами Юбисофт после заявления о переходе на фри-ту-плей. 8 лет назад это был амбициозный проект, способный запускаться на всем, где есть интернет. Включая тостер от Рейзер. Но в какой-то момент все свернули. Наработки переделали под телефон, добавили в конце РПГ. И теперь это уютное место для просмотра рекламы. Достаточно разнообразное место. Контента много. Арена. А по сюжету мы ищем главное сокровище мира, чтобы стать королем пиратов. И все это выглядит очень дорого. Ведь было создано на трупе настоящей игры. Юбисофт до сих пор пытается отбить затраты. Не, ну три батл пасса одновременно перебор. Я еще вип-подписку не оплатил. И я конечно не специалист, но для фэнтези коллаборации лучше подходит русский спецназовец. Итог. Юбисофт, прежде чем делать мобильные игры, освоите хотя бы функцию сохранения. Парни. Так как я теперь официально мобильный геймер, буду попозреть полностью самую упоминаемую игру в комментариях. Надо, надо сейчас смотреть. Лайк, если идея понравилась. Подписка на А4, если любишь ходить в детский сад, когда тебе за 30. Ну прикольно, прикольно. Правда в мобильные игры я реально давно не играю. Как только появился, конечно же, андроид, я на нем поигрался. В Clash of Clans, по-моему, и вот Акулка, помню. Больше я с тех пор особо... Ну, сейчас, на данный момент, в моем телефоне установлены только Genshin и Sudoku. Это максимум, что у меня есть, да. В Genshin, если только ежедневку зайти, выполнить, если я еще играть буду в Genshin. А в Sudoku обычно в поезде надо погамать. Вот, что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.